Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, суть вопроса в том, что пишет Мария и описывает ситуацию, в которой у нее, в принципе, все хорошо. Двое детей, не замужем, есть работа, молодой человек и друзья, 33 года. Она пишет, что особо жаловаться не на что. Да, есть какие-то проблемы, но все решаемо. Она пишет, что всегда оптимистична, веселая, открытая, неконфликтная, вот. Но вот вроде живу и все хорошо, но в какой-то момент прям чувствую, как меня накрывает апатия. Возникает чувство, что я не нужна, что мной пользуются, что меня никто не любит, я всего устал, хочется спать. Но и спать толком не могу и совсем ничего не хочется делать, появляется дикая слабость. И она срывается по незначительному поводу на всех близких и всегда очень ближе для меня человек, и старается сделать больнее. Значит, она осознает, что так нельзя, но не может взять себя в руки. Приходит это накатывание и как-то так же проходит постепенно, без какого-то вмешательства или чего-либо участия. У нее просто налаживается самочувствие и улучшается настроение. Всегда приходит чувство стыда за свое поведение. Происходит это примерно раз в два-три месяца. Либо после сильного эмоционального толчка, причем независимо от того, хороший он или нет. Она пишет, что не знает, как с этим бороться, не знает, к кому обратиться. В последнее время даже становится страшно от того, что чувствует, что вот-вот опять это начнется, а она ничего не может сделать, чувствует себя ненормально. Ну, я думаю, что поскольку мой коллега уже указал вам на то, что причина может быть физиологической, да? Вот, то есть не психологическая причина может быть. То я думаю, что этой конкретно темой, темой того, что у вас может быть физиология, касаться не будем пока. Вам нужно провериться, вам нужно сдать анализы, да? И, соответственно, тогда уже как-то будет все более-менее понятно, вот. Ну, потому что сейчас, на мой взгляд, вот делать какие-то выводы было бы, ну, не совсем корректно, да? И по отношению к вам, не совсем это было бы корректно, и по отношению к нам это было бы не совсем корректно, потому что это все на уровне будет богаток. А догадки, как вы понимаете, ну, редко когда чего-то хорошее могут человеку принести, вот. Мы с вами давайте разберем ваш вопрос исключительно с позиции психологии, так, как будто бы вы уже взяли анализы и узнали, что с физиологической точки зрения у вас все в порядке и никаких проблем нет. Есть только вот, ну, ситуация, да, вот, психологическая. Смотрите. Вы в целом, вы в целом создаёте такое впечатление человека, который, несмотря на своё оптимистичность, несмотря на то, что, ну, признаёт, признаёт, так скажем, факт, того, что есть проблемы какие-то, вот, мне кажется, что вы всё-таки больше человек, который, склонен от своих проблем убегать. Потому что тот факт, что вы не замужем, и у вас как-то вот двое детей, да, является проблемой, является, ну, вообще говоря, элементом такого деструктивного поведения, элементом негативного жизненного жизненного сценария, вот, к сожалению, и, соответственно, ваша задача заключается в том, чтобы чтобы поработать с этим сценарием, ваша задача заключается в том, чтобы исследовать его, ваша задача заключается в том, чтобы посмотреть, а какие вообще паттерны поведенческие привели вас к тому, что у вас вот двое детей, да, но мы не знаем о том, что у вас, по сути дела, нет мужчин. Нет мужчин. Вот. Это то, что касается этой ситуации, да, то есть, зачастую, это является, ну, следствием, довольно прозаичных сложностей, в жизни человека, когда, например, человек не может, ну, как бы, выстраивать отношения, вот, ну, такие здоровые отношения не может человек выстраивать, у него это не получается, он испытывает проблемы, вот, ну, например, например, чересчур, чрезмерно раскрывается перед другим человеком, да, допустим, ну, как вот, как вариант такой, а вот, а чрезчур, а, ну, чрезмерно погружается в отношения, нарушает, а, нарушает свои личные границы, потому что, ну, например, думает, что человек его, допустим, облагодарит, как он себя, но не может быть. кто оценит его, да, поможет ему, вот, и, соответственно, этого, ну, не происходит. То есть здесь есть нарушение в личной границе самооценки в собственном позиционировании и в модели женского поведения, в модели женского поведения. Просто вы описываете, а именно, апатию, агрессию и так далее. Вот то, что вы описываете, это очень сильно похоже на подавленную агрессию и то, как вы обращаетесь в агрессию, а это, в свою очередь, конечно же, больше про злость, да, то есть вот когда я злюсь. И, соответственно, то, как я обращаюсь в свою злость, он напрямую на меня, условно говоря, влияет, да, напрямую оказывает на меня вот какое-то влияние. То есть, когда происходят эмоциональные всплески у вас, вы возвращаетесь в состояние, вы возвращаетесь в состояние, при котором у вас повышенный эмоциональный тонус. В этом эмоциональном состоянии, на мой взгляд, посредством, посредством, простите, посредством ассоциации, вы возвращаетесь к травмирующим факторам, вот, в вашей жизни, которые вы себе, скорее всего, уже подавили. Ну, потому что вам так выгодно, потому что вам так удобно, потому что вы хотели это сделать. Не важно сейчас, почему вы так вот решили поступить, да. Ну, что-то непрожитое у вас, что называется, осталось. Вот. И, собственно, это, поскольку это непрожитое, вот, поскольку это непрожитое, вы, в общем-то, начинаете это проживать заново. Но поскольку не очень понимаете, что именно, поскольку не очень понимаете, как именно, поскольку не очень понимаете и не очень хотите сталкиваться с этой вот, ну, скажем так, частью себя, вот, вы злитесь, вы злитесь. И стараетесь причинить боль другому человеку. Таким образом вы уходите, таким образом вы спасаетесь от неприятных переживаний, которые были у вас в прошлом. Понимаете, вот то, что вы говорите в купе с тем, что какое у вас сейчас семейное положение, да. То, что вы говорите о себе как о человеке, который является оптимистичным, то, что вы говорите о себе как о человеке, который всегда вот такой вот, ну, старается как бы в плюс, ну, в плюс, да, идти как бы, вот. Вот то, что вы о себе говорите так, очень похоже на избегание. Вот. И на мой взгляд, это является серьезной проблемой. вы себе, может быть, не позволяете, вы себе, может быть, не позволяете в спокойное время, в спокойный период чувствовать грусть, чувствовать боль, чувствовать обиду, чувствовать злость. Понимаете, да? То есть вы себе этого не позволяете, как мне кажется, как мне кажется, по крайней мере. И на мой взгляд, так или иначе, это проявляется вот в аспекте как раз таки того, что вас накрывает, поэтому повышать уровень эмоционального интеллекта, принимать и давать травмирующие, неприятные эпизоды в вашей жизни, спросить боль, которую вы испытали, но подавили, признать, что вы на самом деле не такая, какой пытаетесь себя представить, что вы немножечко другая в этом смысле, не хорошая, не плохая, просто другая вы. Вот, сейчас это как раз история про работу, ну, со стыдом. Это как раз история про работу со стыдом, чувствовать стыдом. Вот. Это принятие того факта, что вот, ну, как-то вот в действительности, да, в действительности, что вы не такая, какой я себя представляете, да, то есть вы, ну, как бы немножечко другая. Вот. Соответственно, стыд возникает тогда, когда вот я, значит, сталкиваюсь с тем фактом, что вот я немножко другая, не такая, какой я себя, ну, может быть, привыкла видеть, да, но такая. Вот. И учиться, вам необходимо учиться замечать в себе эти вещи, вам необходимо учиться принимать в себе эти вещи, то есть вам необходимо учиться выражать эти вещи. Но вот в первую очередь, конечно же, как мне кажется, речь может идти про такой аспект как выстраивание доверительных отношений с людьми, потому что то, что вы описываете, по крайней мере, вот сейчас, да, то, как вы это описываете, есть ощущение, что вы в основном выстраиваете такие вот формальные отношения, где довольно-таки мало присутствует искренне что-то. Вот. Да. И, соответственно, вы пытаетесь быть хорошим. То есть вот оптимистичность очень часто на каком-то таком бытовом уровне путается с желанием быть хорошим. Дело в том, что это ни в коем случае не одно и то же. Вот. Вещи это разные, и вам нужно разобраться с тем, где что. Поэтому второй человек после, второй специалист после врача, вот, это психолог. Психолог. Да, ваша ситуация очень похожа на психологическую, так скажем, проблематику. Вот. Это правда. Очень похоже на психологическую проблематику. Ну, нельзя сейчас говорить об этом. Вот. Наверняка, да. Как-то вот. Наверное, это было бы не совсем этично говорить. Но, тем не менее, мне кажется, что у вас все-таки психологическая больше. Проблематика психологическая, ситуация больше. И я думаю, что это можно решить. Вот. А то можно решить. А для этого вам нужно быть готовым к работе над собой. Вот. Мне кажется, что видишь, вот, силу своего характера. Достаточно анализабильный. Вот. То есть, расположенный к психотерапии. Вот. А вам нужно, как мне кажется, просто признаться, что вы, ну, немножечко не такая, как вы, вот, какой себя представляете. Причем признаться, что немножечко вы, ну, другая. Чуть-чуть. Вот. А, и после этого, после этого, вот, после того, как, вот, вы это сделаете. На мой взгляд, вам будет гораздо легче, вам будет гораздо комфортнее, да. Вот. И гораздо как-то поприятнее, что ли. Находиться в себе. Вы будете, ну, чувствовать себя более естественно, может быть, более комфортно, эээ, более комфортно. Вот. Сейчас понятно, что такой возможности у вас нет. Сейчас понятно, что так бы себя чувствовать, ну, не можете. Или тяжело вам достаточно это делать. Вот. И это нормально. Поэтому я вам очень сочувствую, сочувствую, вам сочувствую вашей, эээ, вот, так скажем, эээ, проблеме, да, сочувствую вашему положению. Вот. Вот. Ну, обратите, пожалуйста, внимание, для чего вы хотите что-то поменять. То есть у меня, опять же, вот, такое впечатление сложилось, что вы хотите поменять эту ситуацию, потому что, ну, допустим, вам сильно, там, перед, ну, своими окружающими, ну, перед своими близкими. То есть если вы хотите поменять что для них, ну, вот, если хотите поменять что для них, эээ, что, на мой взгляд, это, эээ, идея не совсем хорошая. Вот. Там, по-моему, что, эээ, вам нужно для себя, для себя, делать что-то, а не для кого-то другого. Вот. Эээ, в этом смысле, в этом смысле, ну, вот, в смысле, с того, что вы, эээ, могли бы, сделать, ээээ, это, вот, ну, так скажем, эээ, ну, позаботиться о себе. Понимаете, да, такая штука, поэтому, на мой взгляд, вот, ситуация, она выглядит здесь с таким образом. Так что, вам решать, хотите ли вы работать над собой и над переменами, скажем так, вот, хотите ли вы что-то менять в этой ситуации, вот, если хотите. То мы будем рады вам помочь. Вот, на этом, пожалуй, всё, я надеюсь, что вам было это полезно, надеюсь, что вам это было интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Удачи, всего доброго. Спасибо. Спасибо.